Нет такого жителя большого города, который не встречал бы возле мусорных контейнеров выброшенного старого дивана, разобранного шифонера или оконных рам. Их раньше, конечно, вывозили. Но теперь, по новым правилам, такие отходы нужно выбрасывать в отдельные большие контейнеры, которыми в скором времени оборудуют мусорные площадки. Теперь это уже в рамках действующего законодательства, то есть есть понятие ТКО, куда входят крупногабаритные отходы. Но при этом крупногабаритные отходы должны складироваться в специально отведенных местах и в специально отведенные бункера. На самом деле все очень просто. В эти баки выбрасывается обычный бытовой мусор, такой как пищевые отходы, картон, алюминиевые банки, железо, ну, все, что остается дома при обычной жизни. Эти баки для крупного мусора, такого как старый диван, например, шкаф, оконная рама или кресло. А вот сюда региональный оператор настоятельно просит выбрасывать пластиковые банки от напитков или масла. В этом нет вообще ничего сложного. Главное – наличие внутренней культуры. А уж те, кто занимаются вывозом мусора, точно его заберут. Нужно только до контейнера донести. Потому как по новым правилам все, что валяется вне бака для крупного мусора, будет считаться несанкционированной свалкой. Сегодня такими контейнерами оборудованы 35 мусорных площадок в краевом центре. Задача администрации Ставрополя – поставить эти емкости везде, где нужно и максимально возможно. Ответственность за это возложат в том числе на ТСЖ и управляющие компании. Теперь собственник земельного участка должен оборудовать контейнерную площадку в соответствии с требованиями, установленными. Должны быть определенного вида контейнерная площадка. Должны быть отдельно баки для сбора твердых коммунальных отходов, отдельно баки для сбора крупногабаритного мусора и строительного мусора. В многоквартирном доме самостоятельно должны приобрести буткер-накопитель для крупногабаритного мусора. Ну и в соответствии с правилами, уведомить орган местного самовыравления, то есть комитет городского хозяйства. Контроль за тем, кто, как и куда бросает мусор – за комитетом городского хозяйства и региональным оператором. Последний за свой счет уже поставил на проблемных местах видеокамеры, которые позволяют выявить тех, кто бросает не то и не туда. И уже есть на что посмотреть. Вот, например, на улице Краснофлотской. Граждане вынимают из машины мешки с чем-то тяжелым, прямо на землю. Хотя рядом стоит нужный контейнер. Но, как видно, к вечеру сил у этих товарищей уже не осталось. Видеокамерами, к слову, оборудуют все контейнерные площадки. Новые правила обращения с крупными бытовыми отходами вступят в силу с 1 января.